Всем привет! Это видео будет посвящено компьютерным NECCI или NECCI, ну кто как называют, итальянцы, вы уж простите меня. Если что, поправьте в комментариях. Так вот, эта модель, ну и собственно говоря, как бренд вышел на рынок СНГ уже более двух лет. Ну и поговорим в таком формате, что показывает опыт эксплуатации. Конечно, за два года, ну довольно-таки много уже можно сделать. Поэтому поговорим о том, что из себя представляют компьютерные модели, плюсы, минусы, особенности. Ну и постараюсь дать ответы на большинство из вопросов, которые есть в интернете, в сети и те вопросы, которые задают мои подписчики. Надеюсь, что это видео поможет вам составить свое собственное впечатление об этом бренде, ну и точнее о линейке компьютерных машин фирмы NECCI. Первый момент, первый вопрос, который задает большинство пользователей. Где же производят эти машины? Ну, если верить Шильдику, то производство делается во Вьетнаме. По крайней мере, вот все машины, которые уже где-то порядка двух лет заходят на территорию Украины. Вот я сам просто с Харькова, вот не могу сказать за другие регионы, за другие страны. По крайней мере, вот те модели, которые сталкивался непосредственно я, вот те отзывы, те официальные представительства, которые есть по разным странам, показывают, что на данном этапе модели собираются именно во Вьетнаме. Причем это касается не только компьютерных моделей, но в принципе вертикальные, горизонтальные, многие модели собираются именно во Вьетнаме. Второй момент, в отношении мощности. Этот момент очень многих пользователей беспокоит. Ну вот сейчас мы в этом видео будем вскользь касаться 103 модели. То, собственно говоря, информация будет применима абсолютно ко всем моделям. Ну и, собственно говоря, что мы с вами видим? На шильдике указано 70 Вт. Что сразу хочется отметить. Уже отснято много видео. Если вы из будущего, то уже есть на канале информация о том, что же, по сути, говорят эти цифры, конкретно в компьютерных машинах. Но могу сказать однозначно, вот, по крайней мере, на текущий момент снятия видео, к сожалению, не удалось в лабораторных условиях потестить саму машину. Я рекомендую вам просмотреть плейлист по тестам, где как раз вы увидите взаимосвязь между шильдиком, который указывает завод-изготовитель, оригинальным двигателем, который установлен на швейную машину, ну и фактическими показателями. По крайней мере, что я могу сказать вот про компьютерные фирмы NETI. Мне очень понравился двигатель, который там стоит. Вот подобный двигатель устанавливается на премиум линейке от Browser и Novice, на премиум линейке Memory Craft от Genome. Ну и можно сказать, что это довольно-таки качественный движок, как по мощности, так и по всему остальному. Я сознательно в этом видео не буду касаться темы мощности двигателя и всего остального, поэтому пусть для вас это будет затравка на то, чтобы посмотреть видео и реальные тесты со сравнением типа двигателя, мощности двигателя, фактически потребляемой нагрузки и прочими моментами. Если вы сейчас, после просмотра этого видео, не найдете информацию, рекомендую вам подписаться на канал и следить за обновлениями, потому что материал уже отснят и поверьте, есть действительно чему удивиться. По крайней мере, хочу сказать, что на данный момент по тестам Genome, премиум линейка, ну реально порадовали, то есть они соответствуют своим показателям. Browser, линейка и Novice тоже, в общем-то, на высоте. А вот касательно некоторых компьютерных моделей Browser, ну такая тоже небольшая затравочка, ну, мягко говоря, есть над чем задуматься. Поэтому рекомендую сделать такой небольшой шаг, если вы просматривая, по каким-то причинам не видите пока этих видео в плейлисте. Что же внутри? Какое качество модели? Опять-таки, этот момент я не буду сознательно, как говорится, разжевывать. По той простой причине, что уже делал отдельное видео на примере машины с горизонтальным челноком. Это аналог F-35 или же F-123. Практически механика один в один очень достойная, очень хорошая. Ну это мое личное мнение. По крайней мере, вот за опыт практики более 20 лет, поверьте, очень много машин прошло через руки. Ну и в принципе по механике это стандартная рабочая, ну такая вот классическая лошадка. Если где-то провести аналогию с машинами с горизонтальным челноком, у Джана Мэшек была такая интересная модель. Майксель 18W, 23-я потом пошла. Ну и по сути это такие неубиваемые полупромышленные машины, ну как иногда их некоторые называют. И практика показывает, что именно подобного плана механика, подобного плана компоновкой сами машины, ну вот я лично видел машины, которые реально отхаживали в ателье по ремонту машин более 10 лет. Ну а вы на минуточку задумайтесь, что значит в ремонте одежды. Ну я думаю понимаете какая там нагрузка, хотя и машина с горизонтальным челноком. Поэтому однозначно можно сказать, что смотря на вот эту механику, смотря на то, что внутри, ну я по сути вижу Джанаме Декор Эксель. Как по сборке, так по наладке и по всем остальным моментам. Ну и скажу, что это действительно очень классно и мне нравится эта механика. Что касается самой сборки машины. Хотя перед нами 103-я модель, и вы как раз сможете ее немножко рассмотреть в разобранном виде. Я сознательно не разбираю корпус. Ну просто не вижу в этом смысла. Вы увидите все то же самое, что в Necce F-35 или в 123-й Q-серии. Разница просто в том, что на лицевую панель выполнена дополнительная обвязка, обвес, дополнительно установлены платы управления, логика, электроника. Ну чуть-чуть другой движок, но суть остается та же самая. Чему я это говорю? По сути, как поступает большинство производителей. Есть такое понятие, как унификация. И что делают производители? Они просто-напросто берут общую раму. На эту раму делают обвес. Дополнительно какие-то плюшки, фишки добавляют. Ну конкретно по 103-й модели есть очень много свободного места. Если так вот посмотреть, есть свободное место там, где челночное устройство. Ну и вот возникает вопрос, для чего? Для чего вот это все? На более дорогих моделях там просто стоит механизм обрезки. Добавлены дополнительные функции, добавлены дополнительные навороты. Но вам важно понимать, что база, сам принцип, сама основа рамы остается все той же. Как для машин с горизонтальным челноком, обычных электромеханических, так по сути все тоже. Касательно каркаса, обвеса и всего остального, оно справедливо и для компьютерных машин. Поэтому опять-таки повторюсь, где-то видео оставлю в описании, где-то здесь будут всплывающие окошки, подсказки. Вот там тоже будет ссылка на этот видеоролик. Посмотрите, чтобы получить детальное представление о том, что же машинка представляет из себя внутри. Теперь перейдем непосредственно к другому вопросу. Что является слабым местом? Что показала практика? Ну вот, к сожалению, есть нюанс практически в любой машине из всех производителей. Первый момент – это дюралевая рамка игловодителя. Ну, к сожалению, дюралевая рамка. Этим все сказано. Я сейчас не буду рассматривать этот вопрос. Я оставлю ссылку в описании на плейлист по дюралевым рамкам. То есть, что, как, чего, куда. И вам важно понимать, почему вообще это слабое место. Если вы не ухаживаете за своей машиной, если вы не делаете профилактику, не делаете чистку, смазку, в течение определенного времени вы можете получить выработку. Начнется болтание иглы, то есть, продольный поперечный люфт. Первоначально это может привести к тому, что будет пропуск стежков. Более глобальные последствия приведут к тому, что будет просто ломаться игла. Поэтому вот на этот момент, пожалуй, стоит обратить внимание, это одно из слабых мест. Ну, вообще, что показала практика? Буквально где-то неделю назад был в небольшом ателье, которое шьет нижнее белье женское. И вот они как раз уже, ну, можно сказать, больше двух лет пользуются вот этой машиной. Они реально очень довольны. Машина классная. Я сделал профилактику этой машине, ну, потому что уже подошло время. И что фактически я увидел? Даже несмотря на то, что машину не смазывали, вот за два года выработка минимальная в рамке игловодителя. Касательно самой рамки игловодителя, что вообще, в принципе, хочется сказать? Делал уже отдельное видео, где вот в таких же условиях, на примере Джанамешки, QS2160, просто убилась игольная рамка. Ее пришлось менять. Ну, и очень так ясно виден контраст. Поэтому, ну, что вообще важно понять? Хотя это слабое место, но это мой взгляд, это мое мнение. И вам важно понимать, что если следить за этим узлом, узлом именно этой машины вам хватит очень надолго. Сразу отвечаю на вопрос. Многие подписчики задают, что лучше вот Джанаме или Некке компьютерное? Опять-таки, делюсь своим именно субъективным мнением. Где-то лет 5-10 назад действительно были достойные модели у Джанамешек по производительности и так далее. Взять хотя бы, ну, такую топовую классную модель DC-4030. Вот на данный момент она уже давно снята с производства. Если вам каким-то чудесным образом посчастливится ее найти, это будет очень здорово. Но по факту, ну, к сожалению, вот нету такой, какой-то вот средней линии именно у Джанамешек, где действительно вот такая классная модель есть. Остались некоторые модели Memory Craft. Например, там 52 до 0 и похоже. Но там сразу уже ценник идет. Джанаме сейчас выпустил линейку Skyline. Но опять-таки, это уже другая ценовая ниша. Хотя действительно модели очень интересные, достойные. На данный момент они тоже прошли через руки. Третья, пятая Skyline. Довольно-таки приятное впечатление. Но опять-таки цена. Поэтому, если вот сравнивать в том же ценовом диапазоне, ну, вот у NECI на данный момент я лично не вижу конкурентов. Вот лично мое мнение, это очень сбалансированные модели. Соотношение цена-качество в среднем ценовом сегменте. Не попалась еще в руки компьютерная модель, швейно-вышивальная, гибридная. Вот, ну, чуть позже, вполне возможно, сниму видео на этот счет. Ну, по крайней мере, мне хочется верить, что эта модель будет такая же достойная, как те компьютерные, которые уже сейчас прошли через руки. То есть, и 104, и 102, и 103. Вот тема модели, которые вот у нас сейчас. Ну, мнение, в общем-то, могу сказать обо всех компьютерных. Вот именно вот такое. Касательно многих моделей, вот многие люди спрашивают, в чем разница там 102, 103, 104. Ну, где-то уже коснулся этого момента скользь. Механика и все остальное одинаковая. Разница просто в дополнительных операциях, там, плюшках, фишках, логике. Где-то добавлен нити-обрезчик, где-то его нету. Ну, опять-таки, касательно, допустим, нити-обрезчика, какой слабый момент, вот что вообще показала практика. Если вы регулярно обрезаете джинсовую нить, со временем просто-напросто нить забивается, поскольку машина заточена не под джинсовые нити, не под плотные. Где-то на значение машины идет средне-легкие ткани. Хотя она справляется без проблем с плотными тканями, но вам важно понимать, что она больше все-таки для другого предназначена. Это не говорит о том, что вы не можете шить плотные ткани. Она выдержит и, в общем-то, будет работать, работать очень долго, но это будет дополнительная нагрузка. Ну и, соответственно, чем больше нагрузка, тем быстрее она выработает свой ресурс. В общем-то, это справедливо абсолютно к любой швейной машине. Также мои подписчики говорили о том, что здесь стоит удешевленный челнок, который сейчас ставят на бюджетные модели Джономешек, типа А7620, А79, А2160, А630 и подобные. Ну и, может быть, вы сейчас, увидев несколько моих видео, которые посвящены именно этим машинам, вы можете прийти к такому заключению. Ну вот, что я именно хочу сказать. Реально челноки горизонтальные классные. То есть, это не облегченный челнок, который вот рыжий его еще называют некоторые люди в интернете. По сути, это такой вот классический классный челнок, именно Джономешек, которые вот раньше были белые, вот такого же качества. К сожалению, видео сейчас не передаст этого всего, но, поверьте, я знаю, о чем говорю. Почему? Потому что толщина металла, конструкция и все остальное действительно сделана достойно. Ну и реально мне это все очень-очень нравится. Опять-таки, повторюсь, я вот смотрю на эту кинематику, механику, я вижу перед собой Decor XL в самом лучшем исполнении этого слова. Поэтому, если вам что-нибудь говорит линейка Decor XL в компьютерном исполнении, вот, ну как бы в самом лучшем понимании этого слова, то, глядя на неки, вы можете понимать, что это значит, это вот компьютерное Decor XL, ну вот такая навороченная и с множеством фишек и плюшек. Если ваша техника перестала шить, и по каким-то причинам вы либо не можете вызвать механика, либо не хотите этого делать, либо же просто хотите научиться самостоятельно настраивать ваше швейное оборудование, я рекомендую вам заглянуть на мою страницу. Ссылки будут в описании, либо под этим видео, либо же сбоку в конце видеоролика. Что хочется отметить из того, опять-таки, где-то переплетаясь с тем вопросом, почему такая разница? Ну, вот, к сожалению, на более дешевых моделях, ну, забыли поставить фетровые пыльники на некоторые основные узлы. На более дорогих моделях они установлены. Опять-таки, тут сложно сказать. Бывают разные партии. Вот конкретно по 103 модели пыльники стоят, на некоторых моментах они не стоят. Вот, с чем это связано, не могу вам сказать. Попадались как те, так и другие варианты. Как таковой какой-то закономерности не выявлено. Ну, по крайней мере, на более дорогих моделях везде стоят эти фетровые пыльники, как на 123 и F-35. На более дешевых, ну, это рандомно происходит. Ну, что это говорит вам? Это говорит о том, что вам нужно периодически смазывать, чистить, не надеяться на то, что машина не требует эксплуатации, не требует смазки. По крайней мере, в домашних условиях вы можете сделать очень много самостоятельно. Есть отдельное видео, ссылку в описании прикреплю, что можно и нужно делать касательно этих машин. Хотя это будет на примере Джанамешки, но принцип подходит именно к этой модели тоже. Это один нюанс. Второй момент. Достаточно хотя бы снизу открутить 4 винта, открыть люк к доступу, снять боковую крышку, где находится механизм обрезки или просто заглушка, и вы получаете доступ к низу. Вот этого вполне достаточно для того, чтобы сделать самостоятельно дома профилактику машине. Что я не рекомендую делать? Поскольку компьютерная машина, то нужно понимать и отдавать отчет своим действиям. Потому что, ну, к сожалению, многие люди думают, что можно смазывать все и везде. Так вот, не все, не везде. Что не нужно делать? Предостережения есть уже отдельное видео на канале. Ссылку прикреплю в описании к видео. Вот там как раз ознакомитесь, что, как стоит делать, а чего категорически нужно избегать. Касательно запчастей, что можно сказать? Вот многие люди переживают, есть ли сервисные центры авторизированные, ну и так далее. Опять-таки, сложно сказать, в каком городе есть сервисные центры. Авторизированы они или нет? Вот, по крайней мере, на Украине проблем с расходниками нет. Уверен, что такая же ситуация в других странах. То может показать практика, что может выйти из строя. Может выйти горизонтальный челнок, его можно без проблем заменить. С другой стороны, если вы будете шить аккуратно, об этом вам не стоит беспокоиться очень долгое время. Следующее слабое место, пожалуй, это рамка игловодителя. Но, опять-таки, с ними тоже не будет проблем. Касательно электроники, сделано добротно. Вот, на протяжении двух лет ни одного не было глюка, сбоя. Что покажет время? Сложно сказать. Хочется надеяться, что уже вышли на тот уровень, когда с электроникой глюков нет. Конечно, есть определенные коды ошибок, есть определенные моменты, но вот пока, вот по электронике, по части ошибок и всего остального, за вот эти два года, мне машины не попадались в ремонт. Сделано все добротно. Как бы, что будет дальше, пока же только время. Вполне возможно, что через некоторое время дополнительно сделаю еще видео, если вам эта тема будет интересна. Напишите об этом в комментариях, если вы смотрите уже спустя какое-то время после публикации ролика. Вполне возможно, что с какими-то моментами вы не согласны. Может быть, какие-то моменты я упустил. Напишите об этом в комментариях под видео. Хотелось именно это видео сделать в том формате, чтобы как можно более информативно было для вас в плане выбора покупки или же не приобретения этой модели. Надеюсь, что это получилось. Если вы думаете, что можно что-то улучшить, опять-таки, пишите в комментариях, буду рад обратной связи. Обязательно не пожадничайте, если видео вам понравилось, если считаете его информативным, поделитесь с другими. Я думаю, что информация о выборе модели будет также актуальна и для других. Вполне возможно, если какие-то моменты я не упомянул, может быть, это будет основанием для снятия следующего видео. Ну, по крайней мере, это такие вот основные моменты, которые заслуживают внимания и на которые стоит обратить внимание перед выбором и перед покупкой. И так, еще некоторые зрители моего канала задают такой вопрос, что есть такое мнение, сборки для одних стран, одних дистрибьюторов хуже, других лучше. Где-то примерно полтора года назад в интернете вообще была волна по весу машин. Там нету брута. Если вам интересно, вы можете исследовать этот момент. Ну, по крайней мере, вот что хочется вам сказать конкретно со своего опыта, свое мнение. Разница, по большому счету, только лишь в шильдике и в тех буквенно-цифровых обозначениях, которые просто нанесены на модель. Вот и все. Конструктивно. И по всему остальному модель абсолютно идентичная. Поэтому, если встает вопрос, почему так, почему по-другому, не заморачивайтесь. Машины достойного качества, независимо от того, для какого рынка они предназначены. Опять-таки, не берусь утверждать, что те же модели, которые отличные, допустим, от 102, 103, 104, могут где-то что-то иметь не так. Но больше чем уверен, что все будет то же самое. То, что вы увидели в видео касательно 103 модели. Ну, почему так? Ну, это по сути практика говорит. Эти моменты, на примере Genome, Brother, многих других брендов, когда одна и та же модель выпускается для разных брендов, точнее, для разных рынков. И что просто делают? Сегментируют разным наименованием модели. Вот и все. Опять-таки, вы можете эту информацию посмотреть в интернете. Это практика очень многих производителей. Поэтому, если вы задумываетесь о том, что есть какое-то принципиальное значение, допустим, одних моделей, а других при одинаковых функциях, вам просто нужно понимать, что модели просто-напросто для разных рынков. Ну, такой может быть яркий пример это Genome 423. Тоже довольно топовая модель. Она на одних странах выпускалась под 423S. Были модификации просто 423. Для других стран это была 5522 модель. Были еще несколько разных модификаций. Но, по сути, это была одна и та же модель, просто с разными цифровыми наименованиями. То же самое справедливо и для разных обозначений NET. Еще такой вопрос, который задают большинство слушателей по качеству строчки. У некоторых она идеальная, у некоторых она лесенка идет, возникают какие-то проблемы, причем на одну модель больше, отзывов на другую меньше. Что вам важно понять? Ну, во-первых, вопрос не в машине. Вопрос именно в конкретном человеке, конкретной ткани, в конкретных нитках и в конкретном шве, который человек использует. Практика показывает, что когда используется нормальная, качественная нитка, например, тот же Дортак, Аман, Гутерман или подобные нитки, строчка получается идеальная. Если вы шьете, ставите ноунейм нитка, которая непонятно какого качества, какого производства, там, валахата и так далее, соответственно, вы получаете именно такой эффект. Поэтому в большинстве своем вопрос решается просто заменой на качественные нитки. Какой еще подвох есть именно в этих машинах? Иногда, опять-таки повторюсь, иногда, что происходит? Машина практически с момента покупки, где-то еще 2-3 недели, потом начинает выкидывать петли на изнанке. Ну вот, к сожалению, попадались машины именно с таким заводским моментом настройки. Это проявляется на некоторых тканях, на некоторых швах. В большинстве своем это устраняется без проблем. Но вот этот факт имеет место быть. Поэтому, если вы хотите вот эту машину взять и не иметь проблем, ну, мой вам совет, прошейте просто перед покупкой. Прошейте прямую строчку зигзаг и вы уже увидите качество строчки. Если корректно укладывается строчка, если нету перетяжки нижней и верхней нити, смело берите и пользуйтесь. Но, если начинаются проблемы, что нижняя нитка начинает затягивать верхнюю, по изнанке появляются петли, ну, лучше рассмотрите другую модель. В принципе, это очень легко устраняется. Но, вот практика показала, что иногда вот это встречается в машинах. Если это машина новая, если машина на гарантии, то по логике вещей это все гарантийный случай. Но, опять-таки, вот это показала практика, что есть в этих машинах. Вот такой подвох. Ну, как часто это встречается? Не могу сказать, что часто. Ну, бывают там раз в месяц, пару раз в месяц люди обращаются вот с подобной проблемой. Ну, и по статистике это где-то одна на тысячу машин, может быть, чуть меньше, плюс-минус. Скажем так, это единичный случай, если вот брать в глобальном каком-то моменте. Чем хочется подытожить видео? Советую ли я для покупки именно компьютерные модели NECI? Однозначно да. Реально мне очень понравились эти модели. Хотя, вот, ну, как бы, есть такие мелкие моменты, которым можно придраться, но, поверьте, для своего сегмента, своей ценовой категории, по своим характеристикам, я просто не вижу конкурентом этих моделей именно вот в плане как по сборке, так по функционалу, по всем остальным моментам. очень много плюшек добавлено производителям. Сложно сказать, конечно, как дальше будут развиваться события, но, по крайней мере, вот тот момент, когда фирма зашла на рынок, когда эти модели начали активно использоваться, продаваться и продвигаться, ну, вот уже более двух лет, можно сказать, что качество очень держит. Очень хочется надеяться, что пройдет время, это качество останется. Но вот на данный момент снятия видео, это вот начало 21-го года, ну, точнее, май, вот такие выводы можно сделать касательно того, что есть на рынке вот в текущий момент времени. Что, пожалуй, хочется отметить отдельно, вам важно понимать, что хотя в инструкции не написано о профилактике какой-то глобальных, каких-то моментах, на которые я обращаю внимание, я все-таки настоятельно рекомендую вам ознакомиться со ссылками, которые вот где-то здесь вы видели в описании к видео. Также они будут размещены касательно рамки игловодителя, смазки, эксплуатации, профилактики швейных машин. Это немного с вашей стороны займет усилия, но поверьте, ну, точнее, даже не поверьте, я крайне рекомендую вам сделать то, что показано в видео. Если вы будете чистить, смазывать регулярно вашу швейную машину, вам ее хватит очень надолго. Если вы не будете за ней ухаживать, она без проблем отработает свои 3-5 лет, но, опять-таки, вам важно понимать, что будет потом. Последствия того, что не эксплуатируется нормальным образом компьютерная машинка следующие, это сбой челнока, челнок меняется. Следующий момент, это выход из строя дюралевой рамки, это тоже меняется. Самый, наверное, худший момент, если заклинит машину, если вы будете продолжать шить, ну вот, к сожалению, вы можете получить трупик. Поэтому, вот, рекомендую это сделать обязательно, потратьте немножко своего времени и уверен, что вы не пожалеете. На этом все, до новых видео и пока! !